В настоящий момент за медицинской помощью в нашу больницу обратилось 63 человека, из них 59 несовершеннолетних и четверо взрослых, с клиникой кишечной инфекции, то есть с повышением температуры тела, с рвотой, с жидким стулом, с болями в животе, со слабостью. То есть клинические проявления соответствуют пищевой токсикоинфекции, но в связи с тем, что достаточно часто в настоящее время регистрируются вирусные кишечные инфекции, то проводится диагностика пищевой токсикоинфекции с вирусной диареей. Состояние большинства детей средней степени тяжести, все дети осмотрены врачами, проводится терапия, то есть инфузионная терапия, регидратация, пациенты получают энтеросорбенты, осуществлен забор биологического материала для лабораторной диагностики. А самому маленькому сколько? 13 лет. Сами чего рассказывали? Что кушали? Ну, они ели по меню, то есть кто-то ел, был какой-то салат с крабовыми палочками, по-моему, омлет ели, кашу ели, напиток был какой-то из сыворотки молочной, то есть никто не указывает, что продукты были некачественные, как бы. Поэтому источник заражения все равно будут искать эпидемиологи, службы Роспотребнадзора.